Итак, что такое инфинитив? Инфинитив у нас начальная форма глагола, или по-другому её называют неопределённая форма глагола. Почему же она начальная форма? И где же конечная форма глагола? Или почему же она неопределённая форма глагола? Почему инфинитив обозначает или означает неопределённую форму глагола и начальную форму глагола? Объясню на примере. Например, печатать на компьютере или на клавиатуре. Если мы возьмём, например, в прошедшей форме этот глагол, мы скажем печатал я, например, печатал. А если они, то печатали. Или вы печатали, или ты печатал. Или читать возьмём другой глагол. Например, в прошедшей форме мы скажем читал. Во множественном числе, например, они, вы, читали. Глагол был изменён в числе читали и лице. Например, если я читал, то есть личное местоимение. Например, я, я, если, скажем, читал, да, или, то есть я у нас местоимение личное повлияло на изменение формы глагола читал. Или если, например, вы, скажем, вы читали, то есть личное местоимение вы повлияло на глагол, то есть глагол изменился. Вот поэтому, если мы скажем, например, читать, то это будет начальная форма глагола. А дальше уже все изменения, например, если мы повлияли местоимением вы на глагол, или если мы повлияли на глагол местоимением я, и глагол из-за этого изменился, то это уже изменённая форма глагола, а не начальная форма глагола. И по этой же причине мы называем неопределённые формы глагола. Например, читать ещё эта форма глагола не была определена или изменена эта форма глагола. И поэтому, чем она не была определена? Не была определена каким-либо местоимением, например, вы или я. не была эта форма изменена этими местоимениями например ну как мы видим читал изменилась читали отличается от читать также могут и и другие факторы влиять например время например читал это прошедшее время если читаю например читаю читаю то это уже настоящее время и глагол изменился окончание у нее у него изменилось то есть это уже измененная форма глагола а не начальная то есть на изменение формы глагола могут влиять несколько факторов таких как например число время лицо рот не определенная форма глагола ничем не определена не числом не родом не временем не ними местоимением и так далее поэтому не определенная форма глагола а также начальная форма глагола то есть она начинается так а дальше уже изменяется зависимости от рода числа и времени и так далее Ну вот, поэтому, значит, это у нас было введение к тому, почему инфинитив называется неопределенной формой глагола и начальной формой глагола. Далее, как же в английском мы выражаем эту неопределенную форму глагола или начальную форму глагола? То есть, инфинитив. Что такое в английском инфинитив? В английском инфинитив у нас это частичка ЦУ, то есть обозначается частичкой ЦУ перед глаголом плюс глагол. Если в русском мы ставим Т и мягкий знак, ну, в большинстве случаев, конечно, там есть и другие варианты, например, возвратные глаголы, например, прятаться. Или же такие глаголы, как лечь. Но в большинстве случаев это Т и мягкий знак. Бегать, прыгать, искать, читать, лежать, изучать. То есть, Т и мягкий знак. В английском Т и мягкий знак почти похожи. Тоже две буквы. То есть, Т, Т и О читаются как ТУ. Разберем тот же глагол читать. У нас, значит, в английском будет звучать так. ТУ РИД. ТУ РИД. То есть, у нас ТУ соответствует Т и мягкому знаку. ТУ РИД. То есть, ТУ РИД у нас будет переводиться как ЧИТАТЬЕ. Вот и примерно вся тема. Но почему я эту тему начал раскрывать? Потому что вы, наверное, если изучаете английский, то встречали такую как бы тему ТУ БИ. Глагол ТУ БИ. То есть, глагол БЫТЬ. Когда мы изучаем глагол БЫТЬ, такое выражение встречается там в Ютюбе, в интернете и так далее. И вы могли бы задать себе вопрос, ну почему ТУ Глагол БЫТЬ? Почему ТУ? Откуда вот эта вот частичка ТУ берется? Ну вот она и есть, инфинитивная частичка ТУ. То есть, пока частичка ТУ показывает, что мы изучаем глагол БЫТЬ. То есть, ТЕ и мягкий знак. А дальше уже у него могут быть у этого глагола и прошедшие формы. Например, в русском это БЫЛ или же БЫЛИ для множественного числа. И третьего лица, например, ОНИ были или ВЫ были, второго лица тоже, и мы были, первого лица. То есть, БЫЛИ почти для всех лиц там используется во множественном числе. Вернее, для всех лиц во множественном числе. И БЫЛ, например, Я БЫЛ, ОН БЫЛ, и, скажем так, ОНА БЫЛА. Тут уже РОД влияет на изменения. Но в любом случае это уже производные. Это все производные от глагола БЫТЬ. А начальная форма у нас БЫТЬ. Вот ТЕ и мягкий знак. Поэтому мы, когда говорим, мы изучаем глагол БЫТЬ, мы говорим, мы изучаем глагол ТУБИ. Ну вот и вся тема. ТУБИТЬ. ТУБИТЬ.